В эфире информационная программа «Неделя города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Праздничным партнером нашей программы является компания «Файербах». Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батареи, салютов и хорошее настроение вы можете приобрести в магазине «Файербах» на парковке у торгового центра «Премьер». И вот о чем расскажем в этом выпуске. Неожиданный оборот набирает скандал о застолье врачей-кардиодиспансера. Общественность требует восстановить специалистов в должности. Православные верующие отметили крещение. Во всех храмах совершили обряд освящения воды, родившемуся на Рязанской земле. Памятный знак из рук губернатора области получили пять семей. В 2017 году Рязань стала участником национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ему в регионе благоустроили 200 дворовых территорий. В этом году на реализацию программы будет выделено 40 миллионов рублей. Какие парки и скверы будут благоустроены, рязанцы выберут сами. Во вторник стартовал сбор предложений. Лидеры выбора по три от каждого района в марте будут вынесены на общественное рейтинговое голосование. Площадки, на которых развернулись пункты сбора предложений, расположились в 12 торговых центрах Рязани. Так что до 9 февраля жители города, которым уже исполнилось 14 лет, смогут выбрать из представленного списка тот объект, который, по их мнению, требует благоустройства. Благоустройство общественных территорий, то есть тех территорий, которые являются рекреационными зонами для жителей города, включает в себя установку малых архитектурных форм, обустройство, либо модернизацию стропиночной сети. Мало архитектурные формы – это лавочки, урны, возможно, скульптуры, озеленение, высадка кустарников, разбивка клумб, высадка деревьев. Всего же в список внесено более 50 объектов, в их числе парки, скверы и бульвары в четырех районах города. Посетители торгового центра откликнулись на предложение поучаствовать в вопросе и активно включились в процесс, отдавая предпочтение тем районам, в которых они живут. Неожиданный оборот набирает скандал, вызванный публикацией в ряде СМИ видеоролика с участием сотрудников областного клинического кардиодиспансера. Напомним, в СМИ появилось видео праздничного застолья медиков в рабочее время. Ролик снял пациент, возмущенный тем, что врачи заставляют ждать людей в очереди. Видеобанкеты распространили СМИ. Автор комментирует, что медперсонал решил отметить Новый год в разгар рабочего дня. На публикацию в Министерстве здравоохранения Рязанской области отреагировали жестко. Заведующий отделением Галина Лазарева была уволена с должности. Всех увидели, всех посмотрели. Будет обравлено, куда нужно. Между тем, врача с 30-летним стажем работы и заслуженного кардиолога России в Рязани знают как опытного и внимательного специалиста. То, что заслуженных врачей Российской Федерации просто так не дают, 30 лет в отрасли без перерыва просто так не работают. Я даже знаю, что из других регионов пару случаев было, когда реально люди не находили другого специалиста в своих областях. И приходилось обращаться за консультацией Натальи Натальи. Возможно, именно поэтому увольнение медиков вызвало в социальных сетях не меньший резонанс, чем сам ролик. Большинство рязанцев считает, что врачам было достаточно объявить выговор, но никак не увольнять их. В интернете даже появилась петиция, автор которой призывает восстановить Галину Лазарева в должности. На данный момент свои подписи поставили более 8 тысяч рязанцев. В течение этого времени провести полноценную проверку тех данных и утверждений, которые были изложены в видео, я считаю, что было нереально. Более того, я знаю из первых рук, что такого проведено не было. Я точно знаю, что на момент съемки и публикации этого видео, а также решения об увольнении, Галина Николаевна находилась в официальном отпуске. Интернет-пользователи, как всегда, разделились на два лагеря. Одни ругают врачей, другие высказываются мягче. Увольнение – это перебор, по мнению многих. Врач-человек, естественно, хочет выпить, пусть делает это вне рабочего времени. Это касается не только медиков, а все работащее население. Но пожурили и хватит. Специалистами бросаться не стоит. Их и так немного. Автор видел, за собой бы лучше смотрел. Будешь теперь к этим же врачам в платный центр ходить. Минус 4 врача равно плюс 300 человек к очереди. Одновременно интернет-издание написали о том, что Галина Лазарева намерена восстановиться в должности. Когда от коммунальщиков оправданий уже и не ждут. В поселке Совхоз Рязанский в нескольких домах в середине января нет отопления. Причем жители говорят, что тепла то нет, то батареи работают с перебоями с самого начала отопительного сезона. Когда дома зимой температура, как на улице. Подробности истории выяснял Валерий Седов. Вот здесь мы спим под двумя одеялами, чтобы было тепло спать нам. Одеваем халат, чтобы было нам тепло. Вот у нас батарея, она холодная. А обратно у нас горячая, очень горячая, огняная. Температура на улице минус 10 градусов, а по ощущениям практически все 20. Мороз и холодный ветер пробирает до костей. В квартирах домов номер 1 и 2 поселка Совхоз Рязанский температура едва достигает 15 градусов. Чаще всего столбик термометра не поднимается выше 13. Тепло в дом подается. Однако не каждый день. А началось все еще весной 2017 года, после ремонта теплотрассы. Тогда, по словам местных жителей, ремонтники допустили ошибку, которая и привела к таким печальным последствиям. Обращения в прокуратуру, генпрокуратуру заканчивались всегда одинаково. Их переадресовывали в администрацию тюшинского поселения. По словам местных жителей, глава старается изо всех сил. Однако никаких результатов это не приносит. К товарищу Шевченко мы тоже обратились. Это начальник МПК ЖК Харизанского, что у нас проблемы с оттоплением. Он сказал, пришлет людей. Люди были, посмотрели и сказали, что тепло подается в дом. Ладно, тепло подается в дом. Теперь мы ставим вопрос так, правильно ли оно подается. Потому что можно такое, что батареи холодные, а братка постоянно горячая. А братка, про которую говорят жители дома, это теплоноситель. Который, пройдя через все отопительные приборы, отдает свое тепло. И охлажденный поступает снова в котел для очередного подогрева. На схеме она обозначена синим цветом. По словам жителей дома, не может быть, чтобы эта самая братка была горячей. Однако это именно так. Эксперты, которые осматривали дома номер 1 и 2, сказали, что проблема не в теплотрассе, а в самих трубах. Вот у нас стояки заменены, новые все. Батареи тоже поменят все новые. Ничего не засорено, давление отличное. Наталья отмечает в календаре те дни, когда в дома подавали тепло. 19 января также выделено красным. Можно заметить, что подавали его нечасто. Из-за таких скачков во многих квартирах начинают отслаиваться обои. Чтобы отопить квартиру, Наталья включает духовку. Елена же пользуется обогревателем. К тому же в холода все жильцы дома ходят по квартире в теплой одежде. Вера Михайловна инвалид. Передвигаться по квартире она может только в инвалидной коляске. И батареи в ее квартире тоже холодные. Местные жители уже истоптали пороги практически всех инстанций. И никакого решения все еще нет. Елена Жильцова сообщила, что если до февраля ситуация не изменится, то жители обратятся в суд. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Полицейские предупреждают. Злоумышленники нередко совершают хищения, проникая в дома и квартиры под видом сотрудников социальной или газовой службы. В декабре прошлого года сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную из дома пенсионера под прикрытием обхода газовщиков. Тогда в полицию обратился 79-летний житель села Заокское, который сообщил, что из его жилища похитили сбережения. По мнению пенсионера, к краже может быть причастна незнакомка, женщина, которая недавно под благовидным предлогом заходила в его дом на пару минут. Сразу же после визита незнакомки пожилой мужчина заметил, что деньги из импровизированного тайника в комнате пропали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что злоумышленниц было две. Они установили их личности и задержали подозреваемых в Рязани буквально через пару часов после совершения кражи. Ими оказались рязанки 55 и 20 лет. За время расследования они пытались запутать полицейских, выдвигая разные версии произошедшего. Мы постучались, а дед самовольно открыл нам дверь. Самовольно. Мы начали спрашивать насчет квартиры. Но он как-то глуховатый дед. Ну, он там что-то объяснил. Он говорит, идите, посмотрите, какой ремонт у нас. Это, как его, банна. Ну, я взошла, взял эти деньги. В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Полицейские предполагают, что от деятельности злоумышленниц могли пострадать и другие пожилые люди Рязанской области. Сотрудники УМВД просят внимательно рассмотреть фотографии женщин и видеофрагмент беседы с одной из них. Просьба ко всем, кто пострадал от действий злоумышленниц, обратиться в полицию по телефону 49 12 28 90 02 или 02. Когда ремонт квартиры, поклейка обоев и укладка ламината не ограничивается. Все более популярна становится перепланировка помещения. Для проведения таких работ, как снос стен, по закону необходимо получить разрешение. Однако некоторые считают, что это необязательно. К чему может привести пренебрежение правилами, расскажет Валерий Седов. Ширина вот эта вот. У соседей то же самое. Там два серванта у них стоит, и у них вот так вот они тоже разъехались. Шкафы, тумбочки, дверные проемы и даже пол. Покосилась буквально вся квартира. Причиной тому стала незаконная перепланировка у соседей снизу. Началось все еще в сентябре. Тогда пострадала соседка Аллы. У нее вздулся пол. А спустя два месяца то же самое произошло и у нее в квартире. У меня полы в коридоре выглядят, как говорится, не очень красиво. То есть у меня вздыбилась паркетная доска. То есть она подняла арголит или нолиум. Вслед за паркетом покосились и дверные проемы. Вот такой перекос двери у нас идет. То есть она даже не закрывается. Практически все двери в квартире открываются с трудом. К тому же замок ни в одной из них уже не работает. Алла практически каждый день измеряет уровень изменения состояния мебели. И показатели всегда разные. Ящики на тумбах превратились в настоящую елочку. А белая полоска скотча, которая приклеена сзади, это своего рода маячок. Он показывает, как сильно накренилась мебель. И такие отметки расположены по всей квартире. Мы уже боимся. То есть складываем вещи в одну сторону. Деньги, документы, паспорта, какие-то вещи носимые, чтобы успеть выскочить из квартиры. Женщина уже обращалась практически во все инстанции. Жилищная инспекция отреагировала. Правда, не сразу. Возникли новые проблемы. Надо было попасть в злополучные квартиры, где произошла незаконная перепланировка. Вот только жильцов постоянно не было на месте. Спустя некоторое количество времени и усилий, жилищная инспекция обследовала квартиры на втором этаже. Выдано предписание в течение четырех месяцев восстановить по-прежнему стены или приготовить документы. И когда они попали уже в четвертую квартиру, было произнесено. Также было выдано предписание. То есть тоже документов никаких нет. То есть это самовольная перепланировка. Предписание, конечно, выдано. Но вот следить за его исполнением никто не собирается. А между тем перекос в квартире продолжает увеличиваться. Обращение в полицию ничего не принесло. Структура ответила предложением. Ремонт в квартирах на втором этаже происходит в установленное законом время. Прокуратура и префектура района даже не оставили у себя документов Аллы. Достучаться удалось только до администрации города. 17 января они приняли документы и пообещали дать ей ответ в 10-дневный срок. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». В поселке Солочи из строя вышла канализация. В лесу на участке между бывшим лагерем «Юность» и санаторием «Сосновый бор» течет канализационный ручей. Те, кто сюда приезжает погулять в лесу и подышать сосновым воздухом, спешат поскорее покинуть это место по понятным причинам. По информации СМИ, в курортном поселке после новогодних каникул канализация выходит из строя не в первый раз. Как пишет издание «Витцбоку», этой зимой ручей из нечистот течет уже месяц. Устранять аварию прибыли сотрудники водоканала. По их словам, прорыв трубы произошел в двух местах. Раньше обслуживал данный участок системы водоотведения санаторий «Сосновый бор». Но из-за затянувшейся истории банкротства учреждения ответственного хозяина за подобное ЧП здесь попросту не было. Кстати, технология, по которой сотрудники водоканала ремонтируют прорыв, является коммунальным аналогом аппарата Елизарова, который широко используют в медицине для длительного скрепления костной ткани. Туристам, отдыхающим и местным жителям остается надеяться, что на этот раз хирургическая операция на трубах пройдет более успешно и подобные аварии здесь больше не повторятся. Рязанская областная библиотека имени Горького отметила юбилей. 14 января исполнилось 160 лет со дня ее открытия. Узнать больше об основных веках истории главной библиотеки города сегодня можно на выставке, которую сотрудники подготовили специально к памятной дате. Когда библиотека – не просто место, где можно взять и почитать книгу. Рязанская библиотека имени Горького была и остается центром культуры и общения. За 160-летнюю историю она пережила немало. Сегодня вспомнить основные веки развития позволяет выставка, которую организаторы подготовили специально к юбилею. Экспозиция рассказывает об учредителях библиотеки и о тех зданиях города, в которые переезжала Горьковка. Особое внимание выставке – периоду Великой Отечественной войны. В те годы на фронт ушел ее руководитель. С войны он не вернулся. На экспозиции можно увидеть почетных читателей Горьковской библиотеки. Иван Павлов, Александр Солженицын, Евгений Коширин, Владимир Аксенов. Список можно продолжать долго. На выставке мы постарались представить и то, как совершенствовалось библиотечное дело. От карточных каталогов к сегодняшнему дню, к электронным системам, обеспечивающим читателям постоянный доступ к нашим фондам, фондам президентской библиотеки, к различным правовым системам, не выходя из собственного дома, не отрываясь от своего собственного компьютера. Областная библиотека от современных тенденций не отстает. Часть фонда уже переведена в цифровой формат. Это касается не только популярных, но и редких изданий. В библиотеке сегодня работает планетарный сканер. Он позволяет переводить документы в цифровой формат. Но главное, что делает Горьковку современной, это ее сотрудники. Действительно, мы стремимся быть актуальными, современными, востребованными. Как нам это удается? Потому что, прежде всего, это удается силами, профессионализмом, ответственностью и любовью к своему делу замечательного коллектива библиотеки, которая здесь трудится. Догнать интернет или победить электронные книги главной библиотеки города не пытается. Да и зачем? Современный подход к работе с читателем, комфортные залы, уникальные проекты и молодежные мероприятия. Горьковка уже давно стала культурной площадкой города. И каждый раз доказывает, что мир библиотеки удивителен и интересен для любого посетителя. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В четверг пять семей новорожденных малышей получили памятный знак родившемуся на Рязанской земле. Торжественная церемония прошла во втором роддоме. Памятный знак вручал глава региона Николай Любимов. Пять богатырей мирно посапывают в своих кроватках, даже не подозревая, что именно они – главные герои сегодняшнего торжества. Георгий, Василий, Марк, Михаил и Алексей появились на свет всего несколько дней назад и уже сегодня стали обладателями памятного знака, который подтверждает – они родились на Рязанской земле. Его вместе со свидетельством о рождении и подарками вручил счастливым родителям губернатор Рязанской области Николай Любимов. Мы этот знак учредили, во-первых, для того, чтобы у вас и потом у детишек, когда они вырастут, была память о том, что они действительно родились здесь, на Рязанской земле. Конечно, хотелось бы, чтобы они нашли себя потом именно в нашей области. Это хорошее внимание со стороны государства. Живко Милович говорит, что в России самые красивые женщины. Именно поэтому он женился на русской и переехал сюда из Сербии. В их с Юлей семье – это второй ребенок, долгожданный сын. А вот у Читы Плотниковых родился первенец – сын Михаил. Кстати, за его появлением на свет наблюдал и папа. Это очень круто. Если бы не муж, мне кажется, это было вообще в сто раз тяжелее, потому что он меня поддерживал. Я не ожидала, что он так будет себя вести там. Для меня не особо было тяжело. Поддерживаться. Я сам в себе охотник. Так сильно будет. И как бы, ну, что видел. Но на самом деле нужно, стоит попробовать. Очень стоит попробовать, поддержать жену. Папочка можно тоже увидеть, когда их малышка является на свет. Такого внимания со стороны властей семья Плотниковых, конечно, не ожидала. Для них это стало приятным сюрпризом, который сделал их внутрисемейный праздник еще более значимым и радостным. Мы теперь будем гордиться этой медалькой. И ему показывать потом, что вот он был именно губернатором, огражден медалькой и подарками. Николай Любимов пожелал всем новорожденным и их родителям здоровья и любви. А также отметил, что вопрос поддержки молодых семей приоритетный для региона. А реализация инициатив президента поможет в воспитании детей в первые годы их жизни. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». В ночь на 19 января православные верующие отметили крещение. Во всех храмах совершили обряд освящения воды, а самые смелые окунулись в прорубь. При этом священники говорят, что купание в проруби в крещенскую ночь – не церковная традиция, а народный обычай. Купанием в проруби предшествовал молебен и освящение воды. Иордань на Ореховом озере осветил митрополит Марк. При этом он отметил, что сделал это тем крестом, который когда-то опускал в реку Иордан. Также митрополит рассказал собравшимся об истории и смысле праздника Крещения Господня. Праздник Крещения – это праздник, который является событием, описанным в Евангелии. Господь Иисус Христос пришел из города Назарет, пришел на реку Иордан. И там он принял Крещение. Кто-то из вас может спросить, как же Господь мог принять Крещение? Ведь он еще не вступил на крест. Он не принял это позорное орудие смерти. А ведь слово Крещение имеет корень Крест. Наше русское слово Крещение является переводом-истолкованием. Если же быть точным, то греческое слово Баптизма или Ваптизма с греческого нужно переводить на русский как погружение. После молебна люди начали по очереди заходить в Иордань. Первыми в освященную воду погрузились дети в сопровождении взрослых. Давай, давай, быстренько. Да, раз, два, три. И уже после все остальные желающие. Их было немало. Считается, что если в крещенскую ночь искупаться в проруби, то весь год не будешь болеть. Еще есть поверье, что данный обряд очищает грехи. Однако священнослужители объясняют, что это всего лишь добрая традиция, которая не является церковным таинством. Для удобства рядом с прорубью на Ореховом озере установили освещаемые и обогреваемые палатки. От них до купели проложили дорожки из сена, а искупавшихся рязанцев угощали чаем с печеньем. За ходом праздника следили сотрудники полиции, МЧС и врачи скорой помощи. А для некоторых нырять в прорубь – занятие регулярное. Речь идет о рязанских моржах. Клуб любителей зимнего плавания насчитывает несколько сотен человек, которые устраивают регулярные заплывы на Рюминском пруду. Когда мороз крепчает, кто-то достает из гардероба самые теплые вещи, а кто-то тянется к проруби. У любителей зимнего плавания купальный сезон – круглый год. На улице минус 8, но это только на руку рязанским моржам. Чем холоднее на улице, тем теплее вода. И это не пара человек-экстремалов. Сегодня в клубе занимаются более 70 человек. Чтобы не умереть со скуки, чтобы был чем занят, способ работы. Это не просто хобби, а здоровый образ жизни. Заплыв в ледяной воде, тренировка сосудов всего тела. Моржи редко болеют респираторными и вирусными заболеваниями. Возможно, поэтому в рядах опытных пловцов почти на каждой тренировке появляются новички. На самом деле это непередаваемое ощущение, когда заходишь, ты себя контролируешь. И не на публику, а именно для себя. И потом плывешь, и как будто нет такого холода. Ну, классно. Сейчас немножко пытаюсь согреться, но это совершенно не страшно. В галерее на Старом Перекрестке открылась выставка работ художника-любителя Дмитрия Папандопула. Побывать на море можно, не уезжая из города. Выставка картин морских пейзажей и южных зарисовок открылась в галерее на Старом Перекрестке. Автор работ известный широкой публике художник Дмитрий Папандопула. Несмотря на солидный возраст, автору за 80, его картины пропитаны теплом и солнечным светом. А тему юга он выбрал не случайно. Родился художник в Геленджике. То, что здесь есть некий дух юга, что здесь, может быть, не пахнет, но ощущается море, вода, юг. Мне кажется, это присутствует. А это главное. Если зритель будет это чувствовать, хоть немного, вот, мол, посмотрел, краски юга, да, солнце, вот вода, вот загорелый отдыхающий, мне будет приятно, чтобы в зимние Рязани, в январе месяце кто-то себя почувствовал на юге, на какой-то миг побывал на этой выставке. Среди работ, воспоминания детства, юности и родного берега в акварели, гуаше и графике художник назвал экспозицию «Черное море мое». Я там родился и вырос. Много лет прошло, как я оттуда уехал. Тем не менее, Геленджик – это вочий дом. Но я не могу и сказать, что Рязан для меня чужая. Я здесь тоже уже 40 лет. Найти человека, который не любит Южное море, нелегко. Именно поэтому картины пляжа, природы, юга России и морской темы по нраву придутся многим. Сама личность его невероятно солнечная, детская, несмотря на его возраст. Вот она светится во всех его работах, она просвечивает оттуда, она дает вот этот свет, который в его работах как раз и существует. Всего в экспозиции почти 40 рисунков и больше всего среди них ночных пейзажей. Увидеть работы можно в галерее на Старом перекрестке, которая расположена на улице Горького. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам отличных выходных. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер», павильон на парковке. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова